13 июня в актовом зале администрации Галского района состоялось официальное открытие проекта «Повышение конкурентоспособности агросектора и улучшение диверсификации экономики села». Первым выступил глава офиса «Движение против голода» в Абхазии Эрвин Блау, который в своем выступлении выразил благодарность главе района Тимуру Нодарая за содействие в проведении данного мероприятия. По словам Эрвина Блау, данный проект финансируется Европейским Союзом и будет реализовываться организацией «Движение против голода» в рамках совместной программы европейского соседства для развития села и сельского хозяйства в Абхазии и программы развития ООН. В свою очередь Тимур Нодарая поблагодарил Эрвина Блау и его команду за поддержку и помощь Галскому району и сказал словонапутствие жителям района, вовлеченным в этот проект. «Жители Галского района, которые вовлечены в проект, прошу вас не отнестись к этим средствам, как к какому-то проекту дали, не сделали, не получилось, а ничего, еще раз дадут. Я очень хочу, чтобы большое или маленькое дело, которое вы начнете с помощью «Движения против голода», с помощью этих людей, вы отнеслись, вложив туда душу». Подробно о проекте рассказала менеджер Катывана Зугбая. Программа реализации проекта будет включать в себя новую методологию «Местное развитие под руководством общин». Это так называемый совместный восходящий процесс, осуществление которого принимают участие разные представители сообщества. Данная методология уже давно используется на международном уровне и считается одним из самых наилучшим методом для развития сельской местности. Эта методология включает в себя трех компонентов. Первый компонент – это создание районной инициативной группы. Второй компонент – это разработка стратегии местного развития. И потом, последний компонент – гранты для развития сельской местности. Районная инициативная группа является основным органом, принимающим решения по новому методу. Ее члены являются ответственными за разработку стратегии местного развития, а также оценки и отбора кандидатов на гранты. Группа должна состоять из представителей частных и государственных секторов. Проект призывает вступить в группу молодежь, женщин и людей с ограниченными возможностями, а также принять участие в программе субгрантов. В данный момент в Гальском районе идет процесс создания, сформулирования районной инициативной группы. Мы уже организовали информационные встречи во всех селах Гальского района. После формирования районной инициативной группы мы должны уточнить, кто имеет желание быть членом районной инициативной группы, потому что это добровольный процесс. Это должен быть человек, который имеет большую мотивацию и знает хорошо своего села, своего района. Посредством совместного подхода районная инициативная группа разрабатывает стратегию местного развития, в которой будут выявлены основные приоритеты для развития. Они станут ключевым документом для поддержки и выдачи грантов по развитию сельской местности. Гальский район уже имеет свою стратегию разработанную. Нам предоставила глава администрации эту стратегию. И сама Республика Абхазия имеет свою стратегию развития до 2025 года. Но, конечно, эта стратегия, этот документ, который будет разработан районной инициативной группе, будет разработан на основе этих документов. Мы ничего нового не скажем в этом документе, просто конкретно, более детально будет расписано в этом документе, какие основные проблемы существуют в Гальском районе, именно по селам. Проект окажет поддержку предложениям, которые соответствуют стратегии местного развития и будут способствовать развитию местного сообщества и экономики. Эксперт из Литвы по методике «Местное развитие под руководством общин» Лиана Гумбря-Вечена проинформировала о том, как работает данная методика на примере районных инициативных групп, созданных в Литве. В одном Европейском Союзе есть 28 стран, которые уже выполняют, имеют этот метод. И уже сколько есть таких инициативных групп, которые уже работают. И довольно-таки давно. Особенно важно то, что такие группы работают не по одной. Они работают совместно, потому что проблемы одинаковые, но нужно найти разные решения. Так что такая сетевая работа, она очень помогает. В завершении мероприятия президент районной инициативной группы Ткурчалского района Белла Аршба поделилась опытом и рассказала, на какой стадии у них находится данный проект. После чего пожелала Галскому району удачи в новых начинаниях. Проект очень интересный, сложный, и к нему подход нужен ответственный. Мы уже подходим к концу, мы уже оценили проекты, знаем, какие уже прошли, уже будут разговаривать на местах, какая сумма выделена для каждого проекта и как это будет проходить. Районная инициативная группа должна быть настолько коммуникабельной и настолько ответственная, что она должна строить отношения с людьми, не только заботиться о себе. Вот они написали проект, какой бы он ни был, он должен пройти. Я думаю, такой подход будет совершенно нереальный, и это уже не по-человечески даже, не говоря уже о бизнесе. Ажио Белава, Илона Микава, Парис Саацио, Калтавы.